СБТВ Мы начинаем спектакли белорусских театров, которые вы можете смотреть, не выходя из дома. Сегодня актеры Минского областного драматического театра в городе Молодечно покажут для юных зрителей спектакль «Непослушная спичка». Скорее зовите своих детишек экраном. Мы начинаем. Здравствуйте, ребята! Я хочу напомнить вам правила поведения при пожаре. Первое. Не паниковать. Второе. Не прятаться ни под кровать, ни в шкаф, ни в холодильник. Третье. Сразу же похируй с помещения. Третье. Четвертое. Сообщить о пожаре взрослым. И пятое. Если у вас есть мобильный телефон, нужно звонить по номеру 101 или 112. Скажите, а вы слышали историю, которая приключилась прошлым летом в соседнем лесу? Нет? Рассказываю. Это лето выдалось жарким, таким жарким, как в пустыне Сахар. И вот однажды... А впрочем, внимательно смотрите сами историю о непослушной спичке. Я в лесу один остался, ни свирок, ни грибок. Потерялся, потерялся я от спичек, коробок. Коробок я не величка, но одно в себе храню. У меня осталась спичка, это значит, не терплю. Став себе я стал ужасен, став себе внушаю страх. Я теперь об не опасен безответственных руках. Коробок я не величал, а одно в себе храню. У меня осталась спичка, это значит, не тягну. Ну как же так? Как же так? Меня просто взяли и выбросили на дорогу. Просто взяли и выбросили, как ненужный мусор. Хех, так и до свалки недалеко. О! Одна у меня радость осталась. У меня осталась самая последняя, самая настоящая. И к тому же самая капризная, легкомысленная и непослушная спичка. Ну это-то меня и тревожит. А вдруг кто-то ее найдет? Кто-то чиркнет ею отерочку? И тогда выйдет на волю страшное чудовище огонь. О! Я этого не выдержу. Спичечка, моя маленькая спичечка. Коробок! Коробок, коробок! А ты чего разкныкался? Слышишь? Слышу, дорогая, слышу. Дорогая? А эта мне уже нравится. А какая еще? Э-э-э-э, стройная. Стройная, а еще? Красивая. Красивая, а еще? Самая, 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 ты самая. Самая, самая, самая тогда. Пусти меня, я погулять хочу. Спичечка, хорошая моя, нельзя, понимаешь? Нельзя. Солнце так печет, что с тобой может произойти и само возгорание, и солнечный удар. И тогда ты, и тогда ты погибнешь. Спичечка, хорошая моя, ты понимаешь, что у меня осталась одна. Кроме тебя у меня никого нет. И если ты сгоришь, то меня, то меня, то меня. Я знаю, выбросят на помойку. Какая ты жестокая, а? Не жестокая, не жестокая я, а легкомысленная, легкомысленная я. Стоять, стоять, стоять. Вот именно, ты легкомысленная, поэтому сиди при мне и тихо. О, а лучше пойдем тебе искать приличного хозяина. Отсырю, повторяю, как зима весной. Вся зачатку заболею, в город с тобой, мамы. Стоять! Попал. Попал. А, ты кто такой? Я? Ну, не я же. Коробок. О! Коробок. Тот самый, что от бабушки ушел, и от дедушки дал стрякача. Как же помню. О, это не я. О, помню, ты от меня тогда сбежал. Теперь другие времена. Теперь не сбежишь. Сейчас я тебя съебу. Ой, извините, пожалуйста, но меня невозможно съесть. И кто же это мне помешает-то? Медведь, что ли? А он, случайно, не твой родственник? Да не родственник. О! Ну, тогда я тебя точно съебу. Съебу, невозможно, съесть. Нож. Я чуть зубы не поломал. Ты из чего сделала? Из дерева. А кому нужны деревянные колобки? Ой, да я не колобок. Я коробок с буквой Р. Ты что, плохо слышишь? Что? Я говорю, ты плохо слышишь. А, ну, есть маленькая. Стал, стал, устал, и сказки в сказку принять. Надоело. О, зубы скоро все повыпадают. А я все, злодеев изображаю. Надоело. Все, увольняюсь. Увольняюсь. Ой, а кушать-то все равно. Ой, хочется. Небой моя, какой в этом смыслит долг. И какой в этом есть закон природы. Я с одной стороны страшный лоб. А с другой стороны старый и голодный. И признаюсь, я бамп и молчок. Вы теперь для меня вроде как им родные. Я с одной стороны думал щелк. А с другой стороны дубы гробстанные. Стравку есть не могу, ни бычок. Только мясо давно я уже не видел. Я с одной стороны съем бочок. Но с другой стороны лишь в оемном виде. И признаюсь, я бамп и молчок. Вы теперь для меня вроде как родные. Я с одной стороны зубок щелк. А с другой стороны зубы гробстанные. Ой, 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 ой. Что? Вот так вот. Ой, колобок. Ой, да я не колобок. Я коробок. Я живот, смотри, квадратный. О, шик-шик-шик. Жаль. Был бы ты круглый, я бы тебя съел. Ай. Не везет. О, а мне наоборот кажется повезло. Это только кажется. Потом обязательно не повезет. Так всегда бывает. Тихо. Что? Кажется, что-то съедобное сюда движется. Лезко-то начинается. Давай, давай, я сюда за своим запахом. Все, и спашни. Ухожу, 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 ухожу. Это же веса. А, рыжа. Не идет, а прям пишет. Модельный только. Модельный только. Но ничего. Ходячий манекен. У меня для тебя тоже кое-что найдется. Надо спрятаться. Надо спрятаться, а? Туда. Туда ветер дует. О, туда. Пойду там и заляю. Всем привет. Ну, как я вам в плане прикида? Отпад фирмы London Stabu. Ах, хондерсы. Ах, хондерсы мои медали. Прямиком из Таганрог. Штучный товар. Эксклюзив. А кепочку мою медали. Фирма Adidas. Все по случаю. Все через пятые руки. Денег стоит немерено. Ну, что поделаешь. Мода. Мода. Красу свою я пронесу Через дорога и воды. Пока есть плотницы в лесу И будет в мире летом года. Я в жизни все перенесу В любую грязну штуку. Считайте рыжую лесу Моднее черно-бурой. Пока лисы царлижые Про воду меленьше Живем не мы в Парижи И лучше жизни нет. Причесано, наряжено Волне нам не яжено Тут с модой все отлажено А в моде рыжий цвет Пока лисы царлижие На моду не обижено Живем не мы в Парижи И лучше жизни нет. Причесано, гаряжено Волне нам не яжено Тут смотрим все обважено, а в мосте рыжий день. Ой, вот такие вот дела, и все бы хорошо, Но только кушать хочется всегда. И желательно чего-нибудь нашего, натурального. Видали? Петушок. Ройлерный, упитанный, для еды воспитанный. Берышки долой, а там мясо белое, сочное. Ой, специально для меня. Кто это? Волчишка, ну нельзя же так, ну напугал. Ну ты рыжая тут и наговорила, аж в животе замыла. Давай, петуха! Давай тебе, петуха, это моя добыча. Теперь ты моя добыча. Ой! Я тут в засаде сину. Ну и что ты там высидел? Как ты видишь, давай, петуха. Ты не очень-то грозный какой. Я за этим петухом, между прочим, на ферму топала. А там сторож, а там собаки. А он давай сюда петуха. Вот тебе и не петух, понятно? Сейчас загрызу. Загрызет он меня. А чем ты меня загрызешь, а? Зубов-то давно уже нет. Есть! А! Видала? Видала. Вставные. Знаю я, волчок, какими они мастерами сделаны. И вообще, волчок, когда меня лису, кто-нибудь, да, и обманет, а? Эх, да! Ага! А что, волчишка, очень лушать хочется? Да вот, понимаю, что... Понимаю, понимаю, но помочь ничем не могу. У нас в лесу, как в лесу, каждый сам за себя. Славя ты, леса, стал! А ты давно добрый стал. Как зубы потерял, да? А помнишь, как весь лес страхи от него дрожал? Я же леса, я ему лучшие куски носила, чтобы откупиться. А теперь как-нибудь сам. Как? Не знаю. Займись чем-нибудь. Ха! Чем? Ну, не знаю. Ну, так, гоблей, например. Торговать-то ты сможешь? Торговать? Чем торговать? А тем, что у тебя в логове припрятано. Тем, что награбил за столько лет у народа. Ну, ты... Везде-то ты бывала и все, что ты знаешь. Ну, на то ей леса, чтобы все знать. А вообще некогда мне так, что прощай, дорогой. Счастливой дороги. Муа-муа-муа. Лиса! Ой, что волчишка? А тебе ничего не надо? О чем ты, волчишка? Ну, я об этом, как его... Она реально... Последний писк моды. Ой, волчок, да вся мода в лесу с меня-то и начинается. А вот это... Винал. Ух ты! Волчишка! Красота-то какая! Волчишка где взял, а? Где взял, где взял? Купил, по случаю. Эксклюзив. Волчишка. Петзаказ. Волчишка. Нравится? Ой, как нравится. Знаешь что, продай, 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 продай. Я ведь благодарить тебя буду, а? Продашь? Сотню наличными. Расчет на месяц. А, так... Сколько? Сотню. Волчишка, так а где это я тебе вот, ну, такие-то деньги и сразу возьму, а? Не знаю, но вдох не дам. Ну, волчишка, ну, ну, смилуйся. Ну, в лесу же все от зависти опухнут, кто-то увидит у меня вот этого. А завтра утром... Нет, лиса, не верю. Да чтоб меня приподняло и грохнуло. Да чтоб зайцы на мне морковку возили. Да чтоб мордочка даже моя, знаешь что, на тапочки пошла. Нет, лиса, не верю. Ах, нет. Даша. А чтоб тебя приподняло и грохнуло. Чтоб зайцы на тебе морковку возили. И чтоб мордочка твоя, вот это знаешь что, на тапочки пошла. Не надо, ля-ля, не напрягайся. Я твои эти штучки знаю. В долг не дам. Я есть хочу здесь и сейчас. Иначе я ухожу. Стоп, стоп. А петушка? Петушка возьмешь? Петушка? Нет. Петушка? Маловатый, конечно. Но голод летет. На петушка я согласен. Ну вот видишь, волчок, ты и ловкий, и умелый. Вот такого петушка у меня у лисы взял и оттяпал. Петушок бройный, египетский, бананами кормленный. Он же на трех языках кукарекает. Вот что, Рыже, это еще не все. Не все? Как не все? Ты сама говорила, что у меня зубы не свои. Они сырого мяса не возьмут. Ты мне жареного петуха подавляй. Жареного? Да, жареного. Иначе шарь не получишь. Ну, конечно. Я же смотрю, у тебя тут просто ресторан, да? Где я тебе его жарить буду? Волчишка, где я вообще в лесу этот... Огонь возьму, а? Не знаю. Мечта? Она дорогого стоит. Волчишка, ну... Ну, ну, уступи, а? Ну, я же как-никак, я же женщина. Ты лиса, а я есть хочу жареного. Ах, я лиса? Да. Значит, я лиса, да? А ты знаешь что? Ты тоже не волк. А знаешь кто? Крокодил. Очень смешно. Даже не крокодил. Знаешь кто ты? Ты этот трактор. Мне смешно. Даже не трактор, а этот бульдозер. Ага. Ты вообще знаешь кто ты? Вот этот. Ай, мамонт, мамонт. Да наши Элли. Погоди, рыжая рыбанца. Ты слышишь? Ты не знала, где огня взять, а? Не знала. А он сам сюда идет. Ух ты. Так что готовься, готовься, готовься. А я пойду в логове, к примеру. Люблю в чистом логове петушка. Кушай. Ну и жара. Ну и жара, да? Все кратусники зашканивают. Голова совсем кругом идет. О, Спичечка, ты только погляди. На то же место пришли. Тот же пенек, тот же бугорок, все то же. И как-то только местные жители дорогу находят. Тут же этих тропинок, вон сколько. И все на дыполянке сходятся. Ну что же делать, что же делать? Сил моих больше нет. Что, коробок, привал? Привал, Спичечка, привал. Передохнуть надо. Фух. Все? Отпусти меня, я погулять хочу. Спичечка, хорошая моя, нельзя, мало ли что. А чего мало? Мало того, чего что, или мало того, чего этого? Спичечка, что ты такое говоришь? Я тебя сохранить хочу. Для кого? Для себя? Грегорист. А я же? Я же Спичка. Я должна выступать на сцене. Это моя страсть, это мое призвание. Это моя судьба. Ну вот и выпусти ее. Сделай доброе дело. Она ведь всех, кого надо, и не надо слушается. А сколько ребят любят играться спичками. Так и норовят что-нибудь поджечь, сухие листья или еще что. А пожар, как известно, начинается вот из-за такой вот маленькой искорки. Да пожар может уничтожить огромный лес со всеми его жителями. Так что нет, Пичечка, я тебя не отпущу и не просись стоять. Стоять. Так что посидим с тобой здесь. Давай, 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 давай. В теньке. Давай. Ну а я пока подремлю. Ну что, сидишь? Сижу. Ну вот сиди, сиди. Вот так из-за этого коробка всю жизнь и посидишь. А ты ведь так замечательно поешь и танцуешь. А что же я могу сделать? Веревка крепенькая, а я слабенькая, не везуха. Да не волнуйся, Пичка. Я тебя сейчас помогу. И все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Подружка уже себе нашла спичка. Жди, значит, неприятностей. Так, интересно, а зачем лисе понадобилась спичка? А, кажется, я понял. Эта лиса хочет что-то поджарить в лесу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сейчас же так сухо и жарко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Все, все, ребята, все! Сгорит весь наш лес! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Простите, я не могу, что засну. Так, ребята, нужно срочно предупредить беду. Я побегу им вслед. В погоню! Ну что, не уберет меня коробок, а вот так ему и надо. А я же, а я же спичка. Я должна выступать на сцене. Это моя страсть, это мое призвание. Это моя судьба! Я маленькая спичка, я слабый одонёк. Я спичка невеличка, но выпадет денёк. Я вспыхну, словно море, нет без меня огня. Молзал от них на дороге, и это про меня. Я маленькая спичка, но это западняк. Я пламени, сестричка, а пожары я роняк. Молая, чтоб согласна, но часто слышу я. Оно огнеопознание, это про меня. Это же здорово, это же здорово, великолепно! Тебе понравилось? А песня наша душевная на слёз. Ты хочешь выступать на сцене? Шоу, музыка, балет, костюмы, фонар, летычки, десятклассы. Я? А я смогу? Хо! Это же без проблем. Да. Ура, лисичка! А то я так засиделась в этом коробке, что у меня же в глазах потемнело. Лисичка, а ты тоже играешь и каждый день свежим воздухом дышишь? Вот мне бы твои проблемы. Лисичка, а что случилось? Вот хочу я у волка купить шаль. Прекрасную, распрекрасную. Веришь? Верю, верю. А хорошая, наверное, моя люкс. Вот мы договорились, что я его накормлю. А денежек у меня нет. Вот поэтому, если бы я смогла поджарить вот это овлет в петушках, я бы была самой счастливой лисичкой в нашем лесу. Но погоди, погоди, не горюй, лисичка. Мы найдем в лесу сухие листья, и ты поджаришь своего петушка. Ах, ты ж моя радость. Ах, ты ж моя красота. Как я тебе благодарна буду. Ну, давай разводить костер. Давай, давай. Погоди, лисичка. А у меня нет терки, об которую меня можно зажечь. Как нет? И ты что, живешь не в коробке? И у тебя нет вот этой вот терки, а? Эй, эй, эй. Да в коробке, в коробке я живу. Но ты же знаешь, какой у меня строгий коробок. Он нам с тобой никогда не даст терку. Знаю, знаю. Строгий он у тебя, да? Да строгий, лисичка, но погоди. Ты выручила меня, а я выручу тебя. Пойдем вместе искать терку. Ну, теперь я вижу, что ты молодец. А может, и идти никуда не надо. Смотри, вон твой коробок сам к нам идет. Прячемся. Сейчас добудем терочку за мной. Кажется мне, они только что здесь были. Интересно, в какую сторону побежали? О, наверное, и туда. В погоню, в виду нужно предупредить. Ах, вот ты где, негодная лиса. А ну-ка, признавайся, где твоя новая подружка Спичка? Спичка? Никакая она мне не подружка. Она только что вон там, она меня обманула, облапошила и убежала. А ты сама виновата. Не надо было ей помогать. А, подожди, а куда убежала Спичка? Я не знаю. Она что-то говорила про бензозаправку. Куда? Ну-ну-ну, про бензозаправку что-то говорила. Ну, знаешь, говорит, хочу посмотреть, как бензин горит. Ну и дела! А, подожди, лиса, она на какую заправку убежала Спичка? Заправок же много. Давай говори, скорее, то беда случится. О, Харапов, чего ты так волнуешься? Откуда я знаю, на какую заправку она убежала? И ты же знаешь наш лес. Пока она вот этими трофиночками будет идти. Ой, время не столько пройдет. А я тут одна. Мне так скучно. Может, ты поиграешь со мной? Во что? Ну, хотя бы жмурки. Да какие могут быть жмурки? Каждая секунда дорога. Секунда дорога. Спичка дорога. Лисичка недорога. Ладно, давай сыграем. Только один раз. Один раз? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла лиска погулять. Погуляла? Хочет пить. Вот мне дальше гулять, коробок. Ох, а тебе знаешь что? Хватит. Только не поглядывай. У-ху. Рабочий. У-ху. Я уехала. Рабочий. У-ху. Не поглядывай. Рабочий. У-ху. Рабочий. Ну и хитрющий, а это лица. Только куда она побежала? Кристина. А я уже тут? Ну что, пускай коробок проведется, а мы пойдем по своим делам. Ай да! Ай да! Ай да! Лиса! Лиса! Ты где? Лиса! Лиса! Интересно. А где лиса? Луджель убежала. Подождите. Лиса убежала. И терку мою забрала. Все. Все, ребята. Я просто дурень. Потому что лиса меня обманула. Убежала. И терку мою забрала. И теперь я остался совсем один. И никто мне не поможет. Так. А почему же никто? А пожарные? Ведь это чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная. Значит нужно срочно вызвать пожарных. Так. Телефон у меня есть. А какой там номер? А! 101 или 112. Так. Набираем. 101. Дежурная служба МЧС служает. Дежурная служба МЧС? А мне нужна пожарная охрана. У вас пожар? Да. А, то есть пока нет, но может быть. Адрес? Адрес. Весь наш лес? Не понимаю. Лиса и волк захватили спичку и угрожают пожаром всему лесу. Генста, высылаем погоду. Название леса, номер порядка. Я не знаю. Ну давайте так, я буду их преследовать, а вы ориентируйтесь на меня. Это опасно. Очень опасно. Ну другого выхода нет. Вы герой. Вы настоящий герой. Вызываю срочные усилия пожарные расчеты. Держитесь. МЧС спешит на подошло. Я спасу тебя, моя маленькая спичка. Чего бы мне это не стоило. Все, ребята, я Бэтмен. Я полетел. Так, ну что? Полянка то, что надо. Думаю, тут нас никто не найдет. Никто. Зерый! Зерый! Ну, как и волняется мой заказ. Наполовину готов. Петушок в сумке осталось только его поджарить. Поторопись, а то у меня уже слюнки тихо. Ой, а ты что такая? А я не воздушная спичка. Значит, сегодня мы будем есть жареный шашлычок, а? Ну, конечно, будем, волчок. Так, спичечка, давай скорее ищи сухие листья, травку. Посмотри, какой волк голодный. Ой, я страшно голодный. Хорошо, хорошо, только вы мне тоже помогаете. Поможем, конечно, чем сможем. Так, волчишка, пссс. Давай. Ну? Девочек. А ты меня не обманешь? Ну ты что? Нет, конечно. Давай, раз, два, три. Ух ты. Красота. Ой, лисичка, волчишка. А я нашла. Я нашла сухие листья. Ну что, вы готовы? Конечно, готовы. Давайте. Раз, два, три. Давай. Ой, оцелела она, что ли. Давайте еще раз. Раз, два, три. А как же я спичка, могу сама зажечься. Давай, давай, давай. Давай, давай, зажигалка. Волчишка, давай. Раз, два, три. Давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно срочно вызывать МЧС-101! 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 Коробок! О, господин МЧС-101! Господин МЧС-101, здравствуйте! Лиса и Волк хотели спалить весь наш лес! Зачем? Они хотели поджарить вот этого вот петушка! Зачем? Волк! Зачем ты это делал? Очень! 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 Лиса, ну а ты-то что? Да я просто хотела новую шаль! А где спичка? А я так зажигала, что сгорела! Эх! Дети! Помните! Спички не игрушка! Ну а если так случится, и в огне, и в дом, и в дом, и в дом, Вы спешите нам звониться, в нашу службу МЧС! Ну а если так случится, и в огне, и в дом, и в дом, Вы спешите нам звониться, в нашу службу МЧС! Сstadtin' 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 Если дом memory Lock-いて Это служба МЧС Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это СБТВ в прямом эфире. Сегодня мы показываем вам спектакли белорусских театров, которые вы можете смотреть, не выходя из дома. Сегодня вечером мы продолжим показывать спектакли. В 19 часов будет спектакль для взрослых. Встречаемся на этом же месте. Смотреть нас можно в Одноклассниках. Там хранятся все спектакли у нашего партнера показов. На сайте sb.by также есть все наши работы. Смотрите нас в Одноклассниках на Фейсбуке. Ставьте нам лайки. Мы будем рады. Подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за внимание. И доброго вам дня. Спасибо. Продолжение следует...